В этом видео я расскажу вам, где я покупаю прокси, как их купить, почему именно здесь, какие конкретно они нужны и так далее. Начнем мы с АЗО, буквально коротко, для тех, кто не в курсе, все-таки моя фишка, я сложные вещи могу объяснять простым языком. С этого мы и начнем. Что вообще такое прокси? Если вы зайдете в Google и наберете мой IP, вы всегда увидите кучу сайтов, абсолютно любой, зашел на первый попавшийся и вы видите вот свой IP-адрес, который у вас есть. И по моему IP-адресу сразу видно, что я сейчас нахожусь в Берлине и некоторую другую информацию. И то, что нам важно, наш IP нигде в черном списке не фигурирует и это как бы хорошо. Но что мне делать, если я хочу скрыть свое реальное положение? Это может быть необходимо по разным причинам. Возможно, я просто не хочу, чтобы меня там где-то что-то отследили, где я нахожусь. Ну вот просто у меня какая-то мания такая. А может быть, как в большинстве нашем случае, мы делаем много различных аккаунтов. И чтобы это все не связалось между собой, на каждый аккаунт нужно сделать отдельное прокси. То есть каждый аккаунт находится в разном месте. И вот слово прокси, оно вообще имеет много различных значений. Но в нашем случае, когда мы говорим прокси, мы имеем в виду подменный IP. Когда наш реальный IP заменяется каким-то другим IP. И вот этот другой IP, это мы и называем прокси. Чтобы получить максимальную анонимность, просто менять прокси на самом деле недостаточно. Для этого нужны и антидетект браузеры. Об этом мы поговорим как-то в отдельном видео. Потому что кроме вашего IP передается очень много информации. Не просто какой у вас браузер, вот у меня показано какой. Не просто где вы находитесь, там еще какие-то данные. Передается все. Какая у вас видеокарта, какая у вас звуковая карта. В общем, передается огромное количество информации. И это уже для этого нужен будет антидетект браузер, чтобы еще и не попалить вас под железо. То есть, это штука, которая подменяет еще и данные вашего компьютера. Но сейчас не об этом. Сейчас мы говорим о прокси. Все по порядку. Если об этом вы тоже хотите знать, но еще не знаете, подписывайтесь на канал. Скоро будет видео и об этом тоже. Какие нам нужны прокси для подмены, мы сейчас будем смотреть на примере. Сразу я буду показывать вам два различных сервиса. И объяснять различия между различными IP, которые нам надо, чтобы не купить какую-то фигню. Я вам буду показывать на примере двух сервисов, которыми я пользуюсь. Это Proxys.io и Proxys.line. Давайте попробуем на них зарегистрироваться. Первым делом, ну, по порядку. Все по одному. Значит, нажимаем вход. Аккаунта у нас еще нет, поэтому мы нажимаем здесь. Нет аккаунта. Зарегистрироваться. Вводим электронную почту. И, в принципе, это не обязательно. И все. Все остальное, все доступы вам придет на эту почту. Ввели почту, нажали зарегистрироваться. Все остальное на почте, и все, вы уже здесь внутри. Proxys.line. Здесь кнопочка регистрация. Вводим наш email, нажимаем, что я не робот. Нажимаем регистрация. Тоже все доступы придут на почту. Максимально просто и дружелюбно. Начнем с Proxys.io. Когда вы уже внутри, вы нажимаете купить. Вот здесь сверху. И выбираете нужное вам Proxy. Что вам надо, я вам сейчас объясню. Первое, самое основное. Часто спрашивают, а можно вот купить, каким надо, IPv4 или IPv6. Когда вы говорите, нужны IPv4, спрашивают, а что, IPv6 не пойдет? Они просто тупо дешевле. В чем идея? Изначально вот любой сайт, который вы открываете, вот куда бы вы ни ходили, везде есть IP-адрес. Это определенный набор чисел. Вот я взял примеры. Вот определенный набор чисел. И со временем сайтов стало настолько много, что IP-адресов просто стало тупо не хватать на всех. То есть я реально помню это время, когда мы столкнулись с такой проблемой. Ну мы, человечество, да? Не тоже прям такая жесткая проблема, но это произошло. И IP-адресов не хватало. И вот тогда изобрели вот эти самые следующую версию IP, IPv6. Их просто до хрена. То есть таких IP просто как грязи. Они стоят намного дешевле. Но переходной период с IPv4 на IPv6 все еще не завершился. И большое подавляющее количество сайтов, большинство сайтов просто еще не поддерживают IPv6. То есть если вы возьмете их, куда-то вы там сможете зайти, куда-то не сможете. Поэтому нам нужны именно IPv4. Следующий вопрос. Это нужны индивидуальные или расшаренные? Тоже хороший вопрос. И он вытекает ровно с той же логики, с которой вытекал первый вопрос. С точки зрения экономии. Потому что расшаренные прокси стоят дешевле, чем индивидуальные. Индивидуальные прокси это когда его дают конкретно вам в руки. То есть вы его арендуете. Да, вот это слово купить, это просто так выражается. Купить на самом деле вы его арендуете на какое-то определенное количество времени. Этот прокси мог до вас быть уже в сотнях рук. И скорее всего так и было. Вот это единственный минус, что мы не знаем, что делали с этими прокси предыдущие владельцы. Поэтому иногда есть вероятность попасть в прокси, который уже в черном списке или еще чего-то такое. Но везде есть поддержка. То есть вы написали так и так, какая-то лажа, поменяйте мне прокси, вам его поменяли. Но это индивидуальный. Это есть определенная лажа в целом, я объяснил. Но в целом IP находится все равно в данный конкретный отрезок времени только у вас. Расшаренное IP это когда один и тот же IP в один и тот же момент времени находится у разных людей. То есть допустим 3 человека пользуются одним IP. И это не есть хорошо. Хотя в некоторых случаях не критично, но я таким не балуюсь. Следующие вопросы уже обычно не задают по поводу динамического IP. Потому что он дороже, особенно если IPv6, то в принципе понятно, что он не подходит. Динамическое IP это когда вы покупаете, вам выдается не конкретный IP, а вам выдается адрес порта. И на этот адрес порта все время IP меняется. В нашем случае это не надо. Новый IP на каждый запрос, на каждую рекапчу и так далее. Также есть отдельная тема с мобильными проксами. Это тоже тема вообще отдельного видео. И далеко не всем это надо. Поэтому в этом видео я мобильные прокси не трогаю. Это совсем-совсем отдельная тема. Но когда-нибудь до них тоже дойдем. Вот я на реальном примере показал вам разницу. Теперь смотрите. Нажали купить и выбираем тип прокси. Вот здесь как раз эти прокси, которые здесь и написаны. Нам нужно индивидуальный IP версии 4. Выбрали. Дальше мы выбираем страну. Здесь удобно написано сколько в данный момент есть прокси каждой конкретной страны. Вот здесь уже в принципе вроде как без разницы какой страны брать. Но в зависимости от того, что вы хотите делать. Потому что в каждой стране свои законы. И в каждой стране где-то что-то забанено. Куда-то заходить нельзя. Еще какие-то нюансы. Либо просто тупо ваши предпочтения. Поэтому страну выбирайте в зависимости от того, что вы хотите делать. То есть к примеру, если вы хотите заниматься криптой, то пожалуй вряд ли есть смысл брать США. Потому что она там в большей части просто там все под запретом. Нельзя к гражданам США. Поэтому ее лучше не брать. Но есть еще один момент. Желательно брать IP, который географически находится недалеко от вас. Ну как бы так сказать не на другой стороне планеты. Потому что когда вы делаете запрос. Вот вы мышкой кликнули. В системе нужно облететь пол планеты на сервер. И потом этому сигналу нужно вернуться обратно. То есть у вас просто тупо они будут долго работать. То есть то, что находится реально далеко от те страны. Просто тупо будут долго работать. Это второй вариант. Ну еще один момент. Это стоимость. То есть я к примеру выбираю Бразилию. Смотрите 2,7 доллара за штучку в месяц. Давайте возьмем что-то другое. Возьмем Ватикан 1,5. Видите, уже дешевле. И вот таким вот образом можно выбирать разные страны, которые вас подходят. Сколько есть в данный момент, видите, свободных прокси. И вы просто выбираете, что вам необходимо. Вот, к примеру, возьмем Украину. Целых 200 прокси есть. Прикольно, они появились. Выбираем период. Здесь можно его не менять. Мы это сможем поменять просто на следующем шаге. Здесь нам, в принципе, понятно, что с ценой. Как касательно сервера для некоторых IPv4, разницы никакой я реально не догоняюсь. Зачем мы не сделали? Просто тут дороже, тут еще дороже. Но по факту это все одно и то же. То есть вот 1,9 доллара. Если мы берем от 10 прокси, нажимаю 10 кликов где-то в свободном месте, и мы получаем цену уже 1,3 доллара за штучку. То есть если мы берем 10 прокси, они нам обойдутся всего лишь в 1,3 доллара за штуку. То есть 13,3 бакса. Если бы мы орали по одному, то он бы стоил бы 1,9 долларов, что как бы значительно дороже. Чтобы его заказать, мы нажимаем оплатить. И вот здесь вы уже можете еще раз то, что я говорил, более подробно менять. То есть здесь можно менять количество прокси, на какое вам надо. Сразу цена будет пересчитываться. Чем больше прокси, тем это все делает дешевле. И также период в днях тоже все это дело можно менять. Но оплачивать каждый конкретный прокси, просто там с карты или еще откуда, это неудобно. Удобно сразу положить деньги на счет. Как видите, в моем случае есть уже деньги на счету для этого. Ну потому что, когда вы будете через что-то оплачивать, вы все равно будете оплачивать комиссию. И за каждый прокси каждый раз оплачивать комиссию, когда в большинстве случаев вы будете его каждый месяц продлевать. Ну, редко, когда вам прокси нужно сейчас, а через месяц он уже не надо. Ну, всякое, конечно, бывает. В любом случае, удобнее выполнить сразу. Для этого мы нажимаем кнопку пополнить. Я показываю пополнение именно с крипты. Не скрипты, а с криптовалютой. Если кто почему-то будет оплачивать с карты, то там, в принципе, показывать нечего. Это везде все одинаковое дело. Заставите галочку, что вы согласны. Видите, я сразу нажал пополнить, что просто баланс пополнить. Потом я выбираю USDT, TRC20 в данном случае. Выбираем количество, сколько вы хотите пополнить, на какую сумму. Нажимаю перейти к оплате. Переход на сайт платежной системы. Ждем буквально пару секунд. Вот выбираем, что мы хотим заплатить, ERC20, большая комиссия будет. Он хоть и говорит без комиссии, но имеется в виду, что типа сервис не возьмет комиссии. Но чтобы вам оплатить с биржи, либо с кошелька, комиссия все равно будет. Поэтому вот TRC20, самые низкие комиссии, там доллар буквально. Нажимаем далее. Говорим, что видим, что да, все правильно. Выбрали то, что хотели. TRC20, USDT, нажимаем подтвердить. И вот нам дали адрес, на который надо сделать оплату. Сумму ее просто можно скопировать. И адрес для перевода тоже можно скопировать. Когда вы оплатите, ваши деньги окажутся у вас на счету. Вас никуда не перекинют. То есть это у вас так и будет светиться. То есть можно долго ждать. Просто возвращаетесь обратно. И деньги окажутся просто у вас на счету. И дальше, когда вы будете оформлять какой-то заказ. Сейчас давайте что-нибудь выберем. Выбираем все, что нам надо. Соглашаемся. И здесь мы уже выберем оплата с личного счета. Нажмем продолжить. И я купил прокси, который мне нафиг не надо. Случайно. Так что будьте осторожны. Там вопросы не спрашиваются, надо он вам или нет. Что я вообще такое купил? Даже не знаю. В общем, вы его взяли. И здесь у вас есть кнопочка. Дальше, когда вам надо будет продлить. Нажать продлить. Или посмотреть список тех прокси, которые вы взяли. Вот нажимаем вот сюда вот. И видим список адресов. То есть сколько бы вы их купили. 10, 15, 20, 100. Они вот здесь вот в этом заказе будут у вас в списке. Сейчас я покажу, как покупать на прокси-лайн. Потом я объясню разницу между этими двумя сервисами. Что лучше в одном, что лучше в другом. На прокси-лайне вы нажимаете новый заказ. Попадаете на такую страницу. Здесь вы уже знаете, что по прокси вам надо индивидуальное, общее или там мне назывались расшаренные, одно и то же. Версия PV4. То есть все вы это знаете. Выбираете ту страну, которую вы хотите взять. Вот здесь есть цены. Здесь, что я не выбирал, цена всегда одна и та же. Я никогда не попадал на такой момент, что прокси заканчивались. Я не знаю, какие-то безлимитные. Листаем немножко ниже. И вот смотрите, здесь, когда мы берем, к примеру, 10 прокси, здесь цена настолько сильно не уменьшается. Она вообще не уменьшилась. Она как была 1,77 за штуку, так и осталась. И максимальную скидку мы получаем только, если мы берем 80 прокси. Нет, даже больше. Сколько? Да, вот 90 прокси вы возьмете. Тогда будет максимальная скидка. Это будет стоить 1,50 за 1 прокси. То есть здесь, чтобы получить скидку, надо прям купить очень много. Ну, либо, опять же, там какое-то количество, небольшие скидки. 20, видите, скидки нет. 1,77 оно так и стоило. 30, он пошла там скидка буквально какая-то 3 цента на одном прокси. То есть разница довольно здесь незначительная. Также можно купить тут не только минимум на 30 дней. Вы можете взять вообще на 5 дней, но тогда цена будет в районе 1 доллара. Поэтому как бы 1,77 на 30 дней, либо там почти доллар. Ну, как бы, ну, такое себе. По крайней мере, такая возможность есть. Когда вы покупаете новый прокси, вы можете добавить к ним теги. Но это можно сделать и после. Просто когда у вас их сотни, вам будет проще в них не потеряться. По оплате ровно та же идея. У меня есть сейчас деньги на счету. И мне надо просто нажать оплатить с баланса. И будет прокси оплачен. Так же, как я только что это делал на прокси с ИО. Но перед тем, когда аккаунт новый, вам точно так же удобно положить каких-то денег на счет. Для этого нажимаем вот сюда вот справа. Выбираем сумму, которую вы хотите оплатить в долларах. Ну, допустим, те же 20 долларов. Выбираем, через что вы хотите оплатить. Вариантов реально дофигища. Ну, традиционно, которым я пользуюсь, это вот с USDT и TRC20. То же самое. Можете оплатить чем-то другим. Я другим даже не пробовал. Нажимаем кнопку оплатить. Вводим email, нажимаем оплатить. И дальше будет то же самое, что было на прокси с ИО. Поэтому я просто повторяться не буду. Теперь давайте по плюсам и минусам различных прокси. Значит, знаете, вот слово качество прокси, оно такое себе, немного непонятно. Но на текущий момент самые непопаленные прокси, с которыми все хорошо все работает, они в основном на прокси с ИО. Но, но, здесь есть реальный такой момент, который действительно смущает. Когда вы берете сразу в пачку. Вот смотрите. К примеру, когда вы на прокси лине берете целую кучу различных прокси, они дешевле не становятся. И вы так, ага, дешевле взять, значит, на прокси с ИО, если, опять же, они есть в нужном количестве. Но, здесь, когда вы берете пачку с какого-то там количества прокси, часто бывает вот такая вот ерунда. Я вам просто это беру для примера показать. Когда они все в одном диапазоне. Вот, к примеру, 10 прокси берете и смотрите, вот 137, 172, 89, а потом что-то другое. Но эти я цифры просто для фонря написал. То есть, вот это, вот эти вот первые три цифры, они называются диапазон. Что, в чем может быть здесь подвох? Подвох может быть в том, что различные сервисы могут банить не только конкретный IP, они могут забанить целиком весь диапазон. То есть, вот это все, вот они забанят этот диапазон. И получается, абсолютно все прокси этого диапазона уже будут на каком-то определенном ресурсе забанены. То есть, вы можете взять пачку прокси, и у вас все с ней хорошо, где-то кого-то забанили, и вы случайно тоже улетаете под бан. То есть, как бы такое может быть. Это случается крайне редко, но случается. Здесь же у вас будет просто абсолютно случайный набор, абсолютно случайных прокси. Вообще, вот реально, абсолютно. Значит, тут я уже показал. Вы нажимаете вот сюда, вот, и вот здесь есть прокси, которые вам надо скопировать, ну, ваш антидетект. Ну, что такое антидетект? Ну, вот, допустим, про антидетекты будут отдельные видео. Если вы пользуетесь, там, ADS Power, к примеру, вот вы сюда вводите хост, порт, логин, прокси. Вот эти данные, которые у нас, где они тут есть, которые у нас вот здесь вот отображаются. То есть, нужные данные в нужном порядке вводите. Если вы вводите инкогнитон, вы вставляете вот это сюда. Кстати, в инкогнитон можно вставить все в одну строчку, он автоматически поймет, где есть что, и уже раскинет, что надо же, где логин, где пароль, все будет работать. Если вы пользуетесь Dolphin Ante, вот это поле для прокси, и здесь вы точно так же все это дело вставляете. Так, также на прокси-лайне, что удобно, когда мы, значит, сейчас перейду в главное, возьму конкретные заказы, которые есть. Прокси могут вставляться в разном формате. То есть, сразу порт, потом имя, потом пароль, там, меняться как-то. И вы просто берете, нажимаете вот сюда вот, выбираете формат, в котором вы хотите скачать. Например, юзерней, пароль, IP-порт или в любом другом порядке. И нажимаете кнопочку CSV, и он у вас это дело скачает. Либо просто нажимаете HTTP или SOX, и вот так, бац, он откроет в новой вкладке. Только перед этим нужно выбрать, какие прокси вы хотите, чтобы здесь были. Нажимаем. И вот в нужном формате нам прокси. Максимально удобно для того, чтобы вставить целую стопку. Так, ну и, конечно же, забыл довольно-таки распространенный вопрос. HTTP или SOX 5? SOX 5 считается более безопасным, более надежным форматом. Поэтому можете спокойно использовать его, но HTTP просто более распространен. Поэтому большинство просто использует HTTP и вообще никак не заморачивается по этому поводу. В большинстве случаев все равно не угадаешь, из-за чего произошел бан. Поэтому, ну вот, какой-то объективной связи, там, забанили из-за того, что там пользовался HTTP или SOX 5, я не обнаружил. Но SOX 5 является более современным форматом, и он является более безопасным. Но, опять же, никто не заморачивается. Итак, подведу итоги. Я пользуюсь и одним, и другим. Я просто миксую. То есть, я беру прокси и там, беру прокси и там, чтобы просто максимально себя обезопасить. Я не знаю, где окажется более качественной, где менее качественной. Поэтому лучше использовать и одно, и другое. Ссылки на оба прокси-сервиса находятся в описании под этим видео. Так что, заходите, смотрите. И подписывайтесь на меня в Телеграме, потому что все самое интересное находится здесь. Видео я снимаю редко, а здесь я бываю намного чаще. Абсолютно живой канал. И при этом, при этом просто минимум постов. То есть, я не пишу чего-то ради того, чтобы писать видео. Четыре дня вообще ни одного поста не было. И все. И прекрасно. То есть, никто никуда сюда не спамит. Если у вас еще есть какие-то вопросы по прокси, которые я, может быть, забыл осветить, задавайте их в комментариях. Будем эту тему расширять. На этом у меня все. Спасибо большое, что посмотрели, что поставили лайк, что подписались. Всем добра, всем профита. Слава Украине! Слава Украине!